На острове Элур в Индии стоит зловоние. Когда-то здесь, на берегу реки Перияр, изобилующей рыбой были сельскохозяйственные угодья. Теперь чувствуется лишь запах гнилой плоти. Рыбы почти не осталось. Местные жители говорят, что почти все люди, живущие рядом с рекой, не могут завести детей. В этом районе работает около 300 химических предприятий. Из-за них вода в реке приобрела тёмный оттенок. «Будущие поколения будут вести войны за питьевую воду. Какой смысл иметь 2000 рупий в кармане, если нет воды, чтобы пить?» Многие нефтехимические заводы здесь работают 50 лет и больше. Они производят пестициды, редкоземельные элементы, химикаты для обработки каучука, удобрения, цинкохромовые продукты и средства для обработки кожи. Люди говорят, что все предприятия берут из местной реки много воды, затем сбрасывают концентрированные источные воды практически без очистки. Экологи говорят, что грунтовые воды полностью загрязнены. «Они говорят, что благодаря индустриализации обеспечивают рабочие места. Но итог такой, что тысячи людей теряют средства к существованию». Протесты против заводов периодически вспыхивают здесь с 70-х годов. В основном после инцидентов массовой гибели рыбы. Сегодня экологические движение ведёт судебные тяжбы с предприятиями, загрязняющими окружающую среду. Они говорят, что только пяти крупным компаниям из более чем 300 промышленных предприятий в регионе разрешено сбрасывать источные воды в реку. Остальные должны сначала довести уровень очистки до приемлемых стандартов. На нарушителей наложили штрафы. Однако ситуацию эта кардинально не изменила. Ещё в 1998 году учёные из Университета рыболовства и океанологии штата Кирала обнаружили, что в регионе исчезло около 25 видов рыбы. Специалисты также обнаружили вредные химикаты в овощах и фруктах, которые выращивают на этой земле, а также в курице и яйцах с местных ферм. Редактор субтитров А.Семкин